Ульяновская область Результатом совместной работы депутатского корпуса и правительства региона в этом году стал подписанный меморандум. В документе содержатся наказы избирателей, которые необходимо выполнить в следующем году. В списке вопросов проблемы жителей не только столицы губерний, но и других районов области. В законодательном собрании подписали меморандум между правительством Ульяновской области и фракцией «Единая Россия» в региональном парламенте. Подписи под документом поставили руководитель фракции Василий Гвоздев и председатель правительства Александр Смекалин. В документе отразилось финансирование решения множества конкретных проблем избирателей на сумму около трех миллиардов рублей. Все обозначенные вопросы должны быть реализованы в течение предстоящих двух лет. Мы в декабре месяце подготовим по каждому округу отдельную брошюру, где будут перечислены все объекты, вошедшие в меморандум по рекомендациям, по обращениям избирателей того или иного округа и по рекомендациям депутата. И, безусловно, опубликуем сам текст меморандума, подписанный председателем правительства и руководителем фракции, как гарантию того, что этот документ курируется предправительством Ульяновской области и региональным отделением партии «Единая Россия». Нынешний документ – продолжение меморандума, подписанного год назад. Это новый живой небумажный план работы. Документ станет основой деятельности депутатов, правительства и муниципалитетов при поддержке населения в следующих годах. Как я уже говорил, мы в 2019 году взяли на себя очень серьезные обязательства и не только их выполнили практически в полном объеме. Мы реализовали целый ряд проектов, которые были запланированы на 2021-2020 годы. Сейчас мы пересмотрели этот блок, который был определен в соглашении, добавили новыми объектами и сейчас мы понимаем, что еще порядка 3 миллиардов рублей мы должны направить на поддержку муниципальных образований. Главное направление меморандума – решение вопросов региональной повестки. Сюда входит развитие здравоохранения и транспорта, решение проблем дольщиков, обеспечение социальными льготами детей-сирот. Второе направление – развитие районов. К примеру, ремонт школ, фапов, домов культуры. Вообще документ получился очень полезным. Даже сегодня на обсуждение он назвал государственной программой партии «Единая Россия». Тот документ, который был подписан сегодня, если хотите, это выжимка тех наиболее проблемных, наиболее острых вопросов, которыми подходили к нам наши избиратели, жители Ульяновской области. Сам документ будет опубликован в открытом доступе, чтобы каждый мог с ним ознакомиться. Как уверяют депутаты, главная цель – сделать жизнь жителей комфортнее. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ. Комиссия по законопроектной деятельности подвела итоги работы на заключительном в этом году расширенном заседании. Однако обсуждали не только результаты и планы. Главной темой стала самая обсуждаемая проблема – СНЮС, которую массово употребляют и распространяют между собой школьники. В январе региональный закон о запрете СНЮСа будет отправлен в законодательное собрание. В Ульяновской области разрабатывается региональный закон, касающийся запрета оборота СНЮСа и аналогичных никотиносодержащих изделий. В последнее время участились случаи употребления детьми этого вещества. СНЮС как продукт, содержащий никотин, запрещен для употребления и продажи в России федеральным законом с 2015 года. Закон касается элит старше 18 лет. Однако новый вид СНЮСа синтетически попадает в так называемый правовой вакуум. Как заверяют эксперты, одна доза вещества приравнивается к употреблению нескольких пачек сигарет. Уже в январе мы сможем запретить все виды СНЮСа на территории региона с одновременным установлением серьезнейшей административной ответственности. До 150 тысяч рублей для организации тех, кто распространяет. По поручению губернатора правоохранительные органы проводят проверки. Также организованы рейды, в том числе с привлечением общественности. Проблема в том, что СНЮС находится в свободном доступе во многих магазинах региона. То же самое обращаемся и мы на сегодняшний день ко всем торговым объектам, представителям торговли на предмет запретов, так как это по большому счету чистой воды гражданская ответственность для того, чтобы уберечь наших детей от подобной гадости. С распространением и массовым употреблением столкнулась не только Ульяновская область. Также острый вопрос стоит в Самаре, Пензе, Томске, Москве и Башкирии. Участники заседания не скупились на мнение, чтобы, цитата, задушить СНЮС. Большинство считает, что принять закон нужно как можно быстрее, расширить его действия и на совершеннолетних. Также выразили позицию привлекать к административной ответственности родителей. Ринаталья Улова, Юрий Ломатов, Новости Управды ТВ. Будет ли жить УЗТС и нужны ли нам технари? Это и многое другое обсуждали на совещании по развитию инвестиций. Затронули инвестиционное послание губернатора, развитие предприятий, которые работали еще в советское время. И, конечно, кадры. Что будет с заводом тяжелых станков и в каких специалистах заинтересован регион, расскажет Виктория Черкова. Возродился словно птица феникс. Некогда расформированный Ульяновский завод тяжелых станков возобновил производство. В 2009 году заводу вернули бренд и лицензию. А в 2019-м – территорию. На предприятии работает 22 человека. Коллектив небольшой, но это не мешает делать годовой оборот в 195 миллионов рублей. В следующем году генеральный директор предприятия планирует расширить объемы производства. Об этом он рассказал на совете по инвестициям. В пределах двух-трех лет мы очень бы хотели выйти на объемы порядка 500 миллионов рублей в год. Увеличение количества рабочих мест – порядка 50-60 человек. Но это уже будет связано с развитием не только сборочных производств и производства ноу-хау как такового, разработок, но и уже с механообработкой, с нормальным производственным циклом. Где работать ульяновцам и какие профессии наиболее востребованы? На совещании обсудили кадровую обстановку. Как известно, в начале нулевых профессии юриста и экономиста были очень популярными среди молодежи. Тренд на гуманитарное образование спровоцировал нехватку технических специалистов. Сейчас на предприятии нужны технари, которые владеют своим ремеслом. И, кстати, отсутствие высшего образования не возбраняется. 60% вакансий создано для людей со среднеспециальным. Самое главное, что ты имеешь действительно навыки профессиональные. Ты себя можешь работу дать или показать уже даже не в качестве просто какого-то документа, что ты вот когда-то прошел обучение, а именно в качестве профессиональных навыков какими-то владеешь. Развитие промышленности и обеспечение ульяновцев рабочими местами входит в приоритетное направление инвестиционного послания губернатора. Как было отмечено в инвестиционном послании, в 2020 году мы продолжим уделять пристальное внимание площадкам и инвесторам, которые будут реализовывать проекты на территориях, где раньше работали советские предприятия. К слову, ульяновская промзона ожидает пополнения. На территории региона строится новое производство по изготовлению упаковок из гофрированного картона. В него инвестируют 2,5 миллиарда рублей. 250 рабочих мест уже приготовлено для специалистов. Завершение первого этапа работы и запуск производства запланировано на второе полугодие 2020 года. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ. Последнее в этом году заседание областного парламента шло больше четырех часов. Вопросов накопилось много. В том числе депутаты рассмотрели проект нового регионального закона о некоторых требованиях к платным парковкам. В новом законопроекте запрещается размещение платных парковок на территориях, прилегающих к объектам спорта, культуры и социальной инфраструктуры. Ключевая цель – обеспечить беспрепятственный доступ во все перечисленные учреждения и объекты всем гражданам, особенно с детьми и маломобильным. Платные парковки, которые размещены на землях, которые находятся в собственности государства или муниципалитета, не могут использоваться как платные, то есть будут использоваться бесплатно. Это выходные дни, то есть речь идет о субботе и воскресенье, и праздничные дни, которые в соответствии с трудовым кодексом утверждены. По версии разработчиков, закон оставляет возможность выйти из тени предпринимателям, ведущим нелегальную предпринимательскую деятельность. Не успели сотрудники Димитровградского вентильного завода отойти от новости о присуждении их предприятию высокой правительственной награды, как в начале этой недели прозвучала еще одна хорошая новость. Ежегодное повышение зарплаты в этом году составит не традиционные 10, а 12 процентов. Информация была озвучена во время рабочего визита на предприятие губернатора Ульяновской области. Димитровградский вентильный завод – предприятие с большой историей и не менее большим и очень трудолюбивым коллективом. Твердо стоять на ногах помогает грамотная политика поводства и качество продукции. Номенклатура выпускаемой ДВЗ изделий сейчас составляет более 50 наименований, которые применяются для комплектации всех типов шин и колес, выпускаемых отечественной промышленностью, странами СНГ и зарубежными производителями. Премия правительства России в области качества присуждена ДВЗ соответствующим постановлением 21 ноября 2019 года. Награда не просто заслуженная, а долгожданная. Сразу могу оговориться, вот задают премию, премию, материальной составляющей в этой премии нет. Только престиж? Естественно, да, да. Престиж и собственное удовлетворение то, что мы сейчас знаем, над чем работать, чем заниматься, что улучшать. В результате вот этого самого конкурса, когда спрашивают, что вы хотите, что вы получили, мы получили то, что мы имеем возможность идти грамотными путями развития своего производства. В эту работу вовлечен весь коллектив, без исключения. Работники предприятия подтверждают слова своего руководителя. Здесь каждый сотрудник чувствует себя неотъемлемой частью одного большого механизма, работающего для достижения одной цели. Оператор металлорежущих станков и автоматов Андрей Шустав уверен, что процесс личного усовершенствования сотрудников – обязательная составляющая развитие родного производства. Мне в моей работе больше всего нравится то, что чертежи читаю я, то есть я больше узнаю что-то, допускаю посадочные места. То есть я как бы в планету, мне могут дать любой чертеж, ну не любой, но я его прочитаю. Я на этом же вентильном заводе работаю и смещал учебу. То есть я получил высшее образование также здесь. Карьерный рост как бы в плане того, чтобы все равно куда-то другую профессию. Я планирую технологом как бы пойти в дальнейшем, потому что как бы не зря я получил высшее образование. Андрей Шустав стал одним из тех, кто получил в преддверии Нового года благодарственное письмо губернатора Ульяновской области, равно как и еще несколько сотрудников ДВЗ. От имени региональной государственной власти и государственной власти нашей страны вам огромное свое почтение и уважение в связи с тем, что правительство Российской Федерации, вы знаете, официально вас отметила самой высокой наградой. Вы получили правительственную премию Российской Федерации за качество. Сегодня это одно из самых важных направлений. Неоднократно президент Путин об этом говорил. Помимо благодатственных писем, губернатор привез с собой огромный торт, чтобы его хватило всему коллективу завода. И еще один незапланированный подарок был сделан уже совместно с директором завода. Люди уже заметили, ежегодно практически мы повышаем зарплату на 10%. Так что на 10%. Ежегодно на 10%. Обновленный дом культуры строитель на улице Ефремова готов встречать гостей. К 60-летнему юбилею здание капитально отремонтировали и закупили новое оборудование для концертного зала. Ремонт провели за счет средств городского бюджета в рамках реализации проекта «Народный бюджет». Шоу-барабанщиц, награждение, слова благодарности. Громкий концерт отгремел в Засвияжском районе Ульяновска. Повод – самый подходящий – открытие обновленного дома культуры строитель после ремонта. В следующем году учреждение отметит 60-летний юбилей. За долгую историю ДК ремонтировали лишь в 1979 году. Новый облик родному Дому культуры помогли обрести сами жители. Обратились в городскую администрацию, узнали о действии программы «Народный бюджет», где ульяновцы сами выбирают, куда потратить бюджетные средства. Инициаторов поддержали, а на ремонт строителя выделили около 9 миллионов рублей. Он не просто отремонтирован, он полностью оснащен, переоснащен, обновлен. И я уверена в том, что в новом зале будут рождаться новые интересные творческие проекты. По инициативе жителей города, кроме ремонта зала, закупили новое звуковое и световое оборудование, восстановили фасад, преобразили в фойе. В концертном зале отреставрировали большую хрустальную люстру. Исторический облик здания, в том числе лепнину на потолке, сохранили. Всё, на мой взгляд, сделано с высоким качеством, без претензий. Новые кресла прекрасные, мягкие, удобные. Люстры новые, обновленные или реставрированные. Занавесы новые, повешенные. В общем, чудесный зал. На официальной части мероприятия представители Градской думы и законодательного собрания вручили благодарственные письма всем, кто принял активное участие в обновлении Дома культуры, активным семьям, жителям и подрядчикам. Напомним, ремонт здания проходил в рамках реализации нацпроекта «Культура». Анна Тищенко, Новости Улправды ТВ. Курсы цифровой грамотности теперь доступны и в многофункциональных центрах. Бесплатное обучение всех желающих ведется по двум программам. Базовые навыки владения компьютером и получение услуг в электронном виде. Обучение стало возможным благодаря региональному проекту «Цифровое государственное управление». Слово Павлу Половову. Даже если вы не перейдете на новую строку, продолжите писать, у вас не уйдет текст дальше листа. Он автоматически перейдет на новую строку. Получить услуги в электронном виде теперь смогут абсолютно все жители Ульяновска. Достаточно прийти на курсы цифровой грамотности, организованные многофункциональным центром. Обучение проводится в отделении на Гончарова, 11. Каждый желающий, независимо от пола, возраста и уровня достатка, может прийти и научиться заказывать справки по интернету, платить за ЖКХ, не выходя из дома, записываться на приемы к врачу и многому-многому другому. После информирования в первые же дни к нам обратились более 30 человек, которые на сегодняшний день проходят обучение. И интерес граждан к данным курсам продолжает расти. Курсы рассчитаны и на тех, кто пока с компьютером на «вы». Обучение ведется по двум программам. Базовые навыки владения компьютером и получение услуг в электронном виде. Курс обучения 16 часов. Сейчас у нас четвертое занятие. Я довольна этими занятиями. Ну, основы и азы, как управлять, как находить, какие программы, как входить-выходить, нам преподавали. Очень хороший преподаватель. Дает знания и где-то, если чего-то не понимаем, она, ну как, дополнительно 2-3 раза может объяснить. Программу хорошую составили. Тут все-все подробно. Цифровой ликбез стал доступным благодаря реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление», входящего в НАЦ-проект «Цифровая экономика России». Согласно поручению губернатора Сергея Морозова, сервисы для получения госуслуг должны стать понятными и доступными для всех категорий граждан. МФЦ в работу уже включился. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новость Улл. Правда. ТВ. 19 декабря в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Местами пройдет снег с дождем. Температура воздуха плюс 2 градуса. Ветер юго-западный 7-10 метров в секунду. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин